Виталий Хемий 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 отдельно более яркий пример касается журналистского сообщества известного российского комментатора ведущего блогера обозревателя нобеля рустамяна прокатили мимо евро 2020 ну по крайней мере на тот момент когда мы с вами записываем эту колонку по какой причине дело в том что получить аккредитацию нужно получить разрешение не у какой-то отдельной страны знаете что специфика чемпионат европы такого что он впервые проходит в нескольких странах италия англия венгрия румыния германия несколько матчей примет баку так вот оргкомитет чемпионата европы в баку не разрешил нобелю рустамяну сами понимаете нобеля рустамян баку на улавливаете связь не разрешил этому журналисту работать на чемпионате европы причем красная карточка от бакинского оргкомитета автоматом распространяется в общем-то на весь оргкомитет уэфа теперь нобеля рустамян не может приехать не то что в баку он не может обозревать матчи своей любимой сборной италии из рима он не сможет приехать на матчи сборной германии в мюнхен он не сможет приехать на матчи сборной голландии в амстердам даже если бы хотел матчи сборной украины которые будут проходить в бухаресте он на них он также не сможет приехать это решение основывается на давнем противостоянии между двумя государствами армении азербайджан вокруг территории нагорного карабаха это противостояние в 2020 году еще больше обострилась до сих пор я знаю что есть конфликты между обычными гражданами которые даже не проживают времени в азербайджане но в этом вопросе вопросе нагорного карабаха они еще не скоро придут к общему знаменателю давайте будем откровенны чистое вмешательство это политических вот дискуссий политических споров для кого-то нет предмета дискуссии мышц и сторонние наблюдатели всего лишь обычный журналист становится жертвой в общем-то далеко не футбольной войны кстати о футбольных войнах семидесятых годах даже термин такой был два центрально-американских государства вели ожесточенные бои речь идет о сальвадоре и гондурасе чем это все распространялось и на футбольные баталии так что когда будете смотреть большой футбол футбол сборных что уже само по себе противостояние даже не футбольных школ а именно государство нас так подают подумайте об этом и запомните что никакого спорта никакого футбола без политики не бывает это была колонка редактора смотрите футбол болейте за наших оставайтесь на репортере